Девушки отдыхают Поезд Привет, дети! Сегодня мы будем путешествовать по воздуху На поезде Привет, Бода! Но поезда не летают У них даже крыльев нет Крылья, ноги Главное – борода Учитесь! Чтобы взлететь, надо разместить багаж на багажной полке Пристегнуться А еще нужен бортпроводник И все Вот видишь, не взлетели Самолет может летать, потому что... Это просто у нас рельсы неправильные Самолет летает где? В облаках Значит, и рельсы нужны, и воздушные Это самая высокая железная дорога в мире Цинхай-Тибетская Местами она проходит на высоте более пяти километров над уровнем моря Купаться в море будем потом Сначала летать Морфы, борт, провожайте нас! Смотрите, летим Сквозь облака А вы и не верили Эй, дети, вы куда облако дели? Хорошо же летели Ты едешь по рельсам высоко в горах, Бода А самолет может взлететь до облаков Так как у него есть крылья, он быстро разгоняется и... Сейчас мы и разгонимся Найдем самый быстрый поезд и... В Японии поезда на магнитной подушке могут разгоняться до шестиста километров в час Хм... Весьма самолетный поезд Он точно взлетит Морфы, соберитесь! Мы же должны взлететь! Бода, поезд не полетит У него нет крыльев, он тяжелый Если поезд тяжелый, значит ему надо рельсы подлиннее, чтобы разбежаться Ищем самую длинную взлетно-посадочную железную дорогу Самая длинная железная дорога в мире – Транссибирская магистраль Больше восьми тысяч километров Но это тебе не поможет взлететь Поможет! Надо просто хорошенько подождать Морфы, соберитесь! Не взлетим же! Ну что, взлетели? Эхе-хе-хе-хе Не взлетели и что? Я вижу горы, седые вершины Ну что, взлетели уже? Или хоть приехали? По транссибирской магистрали поезд едет шесть суток Срежет! Ой! Ну вот, и поезд не взлетел И морфы уползли Зачем вообще эти поезда придумали? На поезде удобно ездить в небольшие города и поселки А самолеты в основном летают между крупными городами В поезде интересно смотреть в окно А еще в пути можно приятно провести время с друзьями Сегодня мы изучили поезда и самолеты А еще есть велосипеды Они нужны, чтобы плавать Раз, раз, раз Ой Ой! ЛИЧНЫЙ САМОЛЁТ Дети, что я здесь делаю? Бода, это потому что ты популярный Заканчивается посадка на рейс номер 12 в Женеву Бода, твой самолет Да, дети, я популярный И это мой личный самолет Ай да, прокачусь Так, а где самолет? Господина Бода Борода просим пройти к выходу номер 5 Я слишком популярный, чтобы к самолету идти Пусть мне VIP, трансфер и автобус подадут Бода, это никакой не личный самолет И тебе нужно поторопиться, а то на рейс опоздаешь Вот дают Опять красную дорожку постелили и поклонников согнали Учитесь, дети Сейчас я буду идти, а фанаты будут хлопать и фотографировать Бода, это не фанаты А просто пассажиры, которые летят тем же рейсом Душновато, правда? Вы же знаете, что я летаю, высунув нос Откройте окно, пожалуйста Эллюминаторы в самолете герметично закрыты На высоте в воздухе мало кислорода Поэтому воздух закачивают в самолет и специально обрабатывают Если же открыть окна, в самолете станет нечем дышать Да ты не тушуйся, чувствуй себя как дома Сейчас повеселимся на славу! Во время полета нужно сидеть в кресле, пристегнувшись ремнем безопасности А питание на большинстве рейсов заранее приготовлено и включено в цену билета Ох, непросто быть звездой День и ночь все заботятся Шагу не дают ступить Ладно, дети, ради вашей безопасности Весь полет буду спать на верхней полке Верхняя полка предназначена для багажа Залезать на нее небезопасно Опять опасности? Это уже слишком Я вам тут не для того самолет присвоил, чтобы меня с багажом смешивали Забирай себе верхнюю полку, а я ухожу Из авиации Просьба не беспокоиться, это воздушные ямы Я могу чем-нибудь помочь? Остановите самолет, я слезу Ух ты, это же сам Бодоборода Я пилот этого самолета Пилот? А кто же тогда самолетом управляет? На борту всегда есть второй пилот А еще программа автоматического управления Автопилот Мы все большие ваши поклонники Да? Видали? Даже автопилоты мультфильмы со мной смотрят Ладно, не останавливайте их самолет Но давайте без всех этих ремней безопасности и... Меры безопасности одинаковы для всех пассажиров Но может... Бода, у тебя теперь правда личный самолет? Ха! Личный самолет, дети Это прошлый век А у меня контракт с авиакомпанией Приветствую вас на борту самолета Бода Эйрлайнс Прослушайте инструктаж по безопасности полетов На бородатых авиалиниях Музей Прада Привет, Бода! Привет, дети! Вот же чуть сам себя не разбил Кажется, твоя скульптура великовата для дома Вы правы, дети Придется подарить ее музею Ты уверен, Бода? Ай, да самому жалко Ладно, так, Лувр отпадает Не хочу составлять конкуренцию в Моне Лизе Хм, симпатичный музейчик Это музей Прада в Мадриде, столице Испании Один из крупнейших музеев мира В нем больше ста залов и больше двадцати тысяч предметов искусства Крупнейший это по мне Едем мы в Мадрид Да, сюда моя скульптура точно влезет Нужно найти самый главный зал Один из самых посещаемых в Прада зал с Менинами Э, и Менины! А я без подарка! Менины значит фрейлины. Веласкес изобразил на картине испанскую принцессу и ее придворных дам. Подумаешь, у принцесс при дворе и менины во дворе. А у меня во дворе девушек живет. Идем дальше. Может тогда зал Эль Греко? Худющие какие. Совсем они не кормят своих экспонатов. А еще культурное место. Бода, с ними все нормально. Просто художник так их видит. Нет. Мамочка расстроится, если моя скульптура похудеет. Тогда может зал Босха? Ай, монстры! Бода, иногда художники видят и изображают мир нереалистично, особенным образом. Это же интересно, смотреть на такие разные картины. Не надо на меня смотреть особенным образом. Только с восхищением. Идем дальше. Сто залов и все заняты. Малюсенького меня поставить некуда. Вот, галерея скульптур. Может она тебе подойдет? Бедные. Совсем уработались они тут. Вон, даже руки отвалились. Бода, это античная скульптура. Она не полностью сохранилась. Ладно, уговорили. Остаемся здесь. И? Долго мне так стоять? Где все посетители? Бода, музей закрывается. Пора уходить. А, зачем закрывается? Как же мы, скульптуры? Мы что, на улице ночевать будем? Нет, скульптуры останутся в музее. Но ты же не скульптура и можешь пойти спать домой. Это я-то не скульптура? А, точно. Я же не скульптура. Могу пойти домой. Не скучайте. Буду вам писать. Бода, ты передумал дарить свою скульптуру музею? Я решил сделать свой музей. Музей Бода Борода. Ух ты! Бода! Какая коллекция картин! И все такие разные? Конечно, дети. Это же интересно, когда Бода Борода нарисован по-разному. И даже не спорьте. У каждого свое видение. КОЛУМБИЯ Так. Здесь нет. А вот здесь. Привет, Бода. Ты опять потерял носок? А, вот ты где. Видите? Я никогда ничего не теряю. А вот колумбийцы потеряли целый город. Сегодня будем помогать колумбийцам находить его. Ты имеешь в виду затерянный город Сьюдат Пердида? Да. Поищем Сьюдат. Туда-то и найдем Пердиду. А, конечно, смотри, все. Кхе-кхе. Город там. Да что вы на меня-то смотрите? Вы потеряли город, а я его нашел. Идите, пользуйтесь. Бода, этот город никто не терял. Это столица и самый крупный город Колумбии. Богата. Тут очень много красивых граффити. И местные турфирмы даже водят по ним экскурсии. Граффити-шмафити. Некогда нам рисунки рассматривать. Всем искать город. Я нашел, нашел. Вон он там и светится. Закатился сюда в горы и вот потерялся. Нет, Бода. Это соляной собор Сипакиры. Он был построен на месте старых соляных рудников. Набывали соль, а выкопали храм? Ха-ха. Не умеют они города искать. А я умею. Вот, дети, вам еще один город. Мы в городе Картахена, Бода. Крупный порт на Карибском море. Когда-то богатство города привлекали множество пиратов. И для защиты от них жители построили мощную крепость. А сейчас Картахена – большой туристический город. В общем, я его тоже нашел. Не благодарите. Так, тут какие-то ступеньки непонятные. Нам точно не туда. Бода, но кажется, это и есть Юдат Пердида. Смотри, туда свернули люди. Люди хотят в затерянный город раньше меня найти? Чего вы туда лезете? Там ничего интересного нет. Разве это город? Какие-то площадочки и все. На этих террасах располагались здания, а также поля для земледелия. Городу больше тысячи лет. Он был заброшен и затерян в джунглях. Но в 70-х годах плодоискатели нашли его и разграбили остававшиеся сокровища. Сокровища? А, вот они и грабители. Идите, идите обратно. Что вы тут забыли? Караул грабят! Бода, это же просто туристы. Туристы? От города и так ничего не осталось. А они его еще и затаптывают. Не волнуйся, Бода. Чтобы город не разрушался, сюда может подняться не больше 60 человек в день. Не уговаривайте меня. Я город нашел, я его и спрячу. От всех 60 грабителей в туристических шкурах. Бода, ты нашел свой носок? Лучше. Я дал объявление об экскурсии к моему затерянному носку. Раз все так любят потерянные вещи, пусть мне его найдут. Какой ты смешной, Бода. Ага, вот и первые носкоискатели. Маракеш Привет, дети! Сегодня я покажу вам Маракеш. Один из крупнейших городов Марокко. Привет, Бода. Давай возьмем гида. В Маракеше свои правила и традиции, которые нужно уважать и учитывать. Сейчас я расскажу вам про все правила. Надо прыгать на одной ножке. И если проезжает машина, не наступать на трещины на тротуаре. Нет же, Бода. В Маракеше живет много мусульман. Поэтому здесь, например, даже в жару принято носить закрытую одежду. Так, морфики, быстро надеваем закрытую одежду. Бода, ни кабы, ни хиджабы носят женщину-мусульманки. Мужчины могут носить длинные рубахи. А турист может ходить в обычных брюках и рубашке. Дети, хватит модничать. Мы так посмотреть ничего не успеем. План нашей экскурсии. Мы ощутим марокканское гостеприимство, увидим древнюю Медину и сады Мажорель. А начнем с площади Джема-Эльфна, где выпьем апельсинового сока и посмотрим на акробатов и укротителей змей. Отличный план. Морфы, вперед! Далее идем в Медину. Бода, ты уже в ней. Мединой называют старый город. Смотри, старые дома. Вон видны мечети. Мечети и потом. Морфикам срочно нужно ощутить марокканское гостеприимство. Скорее за ними. Бода, нельзя заходить в гости к незнакомым людям без приглашения. А вот и я. Я ваш гость. Ну что смотрите? Принимайте меня. Как ты сюда попал? Он говорит, мы не вовремя. Ничего, мы в другой раз зайдем. Кто же мне гостеприимство? Бода, ты зашел без спроса в чужой дом. Напугал пожилую женщину, которая не хотела, чтобы ее видели без никаба. И даже не извинился. Вы правы, дети. Учитывая обстоятельства, продолжаем следовать плану в ускоренном темпе. Посмотреть архитектуру. Попробовать специи. Убедить, как красят кожу. Еле оторвались. Так. Бода, зачем ты прыгаешь? А как еще мы, по-вашему, в отель попадем? Вам нужна помощь. Хе-хе-хе. В отель доставите? Бода, мы так и не увидели сады Мажорель. А сады, дети, посмотрим с гидом. Видали, что бывает, если в Маракеши правила с традициями нарушать? Тут уж прыгай, не прыгай. Эй, 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 стоп, подождите. Простите меня, пожалуйста. Я не хотел никого обидеть. Вот теперь все в порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова